Короче, так, надоело мне с своим поганым телефоном ходить, который заезжает за 3 часа, а при работе в интернете, не знаю, за 6. То есть, не хватает аккумулятора нифига, да, но я понял, в общем, что для интернета не годятся эти телефоны за 3-4 тысячи, да, за 2 не годятся, и надо брать что-нибудь типа такого. Это Samsung Galaxy J2, модель 2018 года. Раньше выходили версии 2017 года и 2016, да? А вот это 2018 года, она другая технически, да? Но, в общем, отличие-то, отличие тут, что наконец-то тут суперамолед, да, экран. В этом-то и цена состоит. Вся цена, это большая часть, это экран. Вот. То есть, его можно на минимальную яркость, наверное, будет сделать, да, и поскольку подсветки нет, он всё равно будет меньше жрать, даже на максимальной. Блин, а это что такое за вход? Вот. Это точно micro-USB, а то лоханусь, нет? Не, вроде нормальный micro-USB. Так, вот, я думаю, чёрный не стоит брать. Чёрный это какой-то мандагрыльство, я не люблю. Вот, серый, я хотел бы какой-нибудь такой серый, стальной, или белый, но есть только золотистый такой, да? Золотистый такой, и кое-где есть из прошлых моделей есть стальной, да, такой цвет, но придётся такой похожий брать. Потому что с 16-го года модель я не хочу, она... Там технические параметры похуже, но да ладно, в общем, накоплю, короче, за месяц. За месяц хапну, или в этом месяце хапну, прямо сейчас, или в следующем хапну, прямо тогда, в следующем месяце. И буду как король. Уже полторы тысячи есть, осталось-то всего ничего. Девять там, да? Осталось ещё набрать где-то шесть. Вот, короче, суперамолед, экран. Но это стандарт для Самсунга, они не делают. Они всё делают на суперамоледе, они не делают экраны другие уже. Только суперамолед во всех их смартфонах. Четырехъядерный процессор это везде, да? Они не упоминают какой, но, наверное, это и ханос их не, да? Это скорее индийский клон медиатек какой-нибудь. Или просто медиатек. Потому что они когда молчат, это что-то плохое, да? Но, как бы, да, и так сойдёт, короче. Главное, что он 10 часов в любой работе работает, в любой сети, в любом интернете, в браузере, да, фигачит. Мой только три, да? Только три. А это 10 часов, даже если видео смотреть. Это офигеть, вот, смотрите, какая красота. Вот, видите, какая красота, суперамолед, да, фото легко. Но я надеюсь, что фото он будет, видео тоже снимать. Я надеюсь, что он будет настоящее видео в HD снимать. И мне не потребуется нифига, да, потом. Буду в HD снимать, а то мой HD не снимает нифига. Вот. Я всё-таки решился, думаю, ну и нафиг, да? Я бы так не заебался, да, но я заебался от качества камеры и аккумулятора, да? Вот. И теперь пора уже, пора уже хапать, да? Вот какой-то стандартный функционал пытаются его засвоить, да? Что, типа, если из зоны работы Wi-Fi выйти, то модуль выключится. И это достаточно странная вещь. Или модуль, или связь выключится. Но это стандартный функционал, они пытаются его впарить, как будто чё-то такое невероятное, сказочное, волшебное. Так, двойной мессенджер, они понимают, для мультилогинщиков поганых я их не люблю. Мультилогинщиков, кто по 100 аккаунтов создаёт в сетях и наёбывает народ благодаря этому, да, типа? Типа, ты его сблокировал, урод, такого поганого, ублюдка, а он тебе ещё 5 раз добавился. Или там общается какой-то, притворяется какой-то девкой, да, или как это, мандагрилом. Ужас какой-то, не люблю мультилогинщиков, ну их нафиг. Хуже мультилогинщиков, только анимешник мультилогинщик. Вот. Вот, синхронизируйте что угодно. Ну это гугловские, это их не, да? Самсунговское говно там какое-то. А зачем мне какое-то самсунговское говно, хотя у меня то же самое из гугл драйва бесплатно 15 гигабайт. И для видео и фото вообще. И бесплатно вообще, да, в высоком качестве. Не в супервысоком, не максимальном, а в высоком. Хоть сколько угодно влезает в этот гугл драйв, как он называется, гугл фото. И не надо этим заниматься, да, вот защищённая папка, это странно, да, какая-то фигня. Не нужна. Коча так, частота такая. Ну как у меня, в общем, стандартная частота 1.4. При 4 ядрах это стандартно сейчас для мобильников, для всех. Для современных. В общем-то. Больше не надо, потому что и так ничего не тормозит, да, не лагает. Тем более на таких разрешениях. Там разрешение экрана не шибко большое, по идее. Так, размер 5.0. То есть, на целый дюйм больше моего, это неприятно. Уже может в карман некоторых моих джинс не влезать. Я, конечно, не чёлочник такой, да, у которого узкие джинсы, но он может уже не влезать. Вот, 8 мегапикселей. Это не 5, но я не знаю, как оно видео снимает, как оно фото, потому что у меня 5, которые работают как 2 или 3. Не знаю, в общем. Но тут не леновская камера, тут уже не будет помех. И в этом главное уже, потому что это всё. Аккумулятор, ну, чуть побольше. Я считаю, что это почти 3. Нормально, да. Главное не аккумулятор, главное энергоэффективность в процессоре, да. В модели процессора. Вот, видишь, видео в аудио, то есть до 30 часов воспроизводит. Вот, смотрите, дальше. Вот, правда, разрешение экрана чуть побольше стало, да, у меня меньше. Там, на 100 пикселей по всем сторонам, да. Но вот это уже хорошо. Это уже современный, это стандарт новый. То есть, все смартфоны сейчас, даже самые мандагрызки, они переходят на новый стандарт. То есть, там не 16,9, а 21,9. Я не знаю, насколько это удобно, но на видео, если ты видео смотришь, то у тебя рамки к бокам пустые чернота просто. Это не очень удобно, как по мне, но, по-моему, это прикольно. Так, фронтальная камера и такая камера, не знаю. Full HD, но это фейковая, наверное. Фейковая Full HD, 30 кадров. Это где-то у меня есть планшет, который 2 мегапикселя, и он тоже пишет фейковая Full HD. Так что на Full HD у меня надежды нет. Я надеюсь, что оно будет писать просто HD-видео, да, и без апскейлинга. Скорее всего, так оно и будет. Потому что если пишут вот это максимальное обычно, да, то оно в 2 раза больше, чем камеры снимают обычно, как правило. То есть, тут 720 без апскейлинга пишет, а мой типа 720, и, соответственно, он пишет 480. Даже чуть меньше, чем 480 без апскейлинга. И самое неприятное, что это какой-то странный модуль оперативной памяти стоит. Полтора гига, я такого никогда в жизни своей не видел. Полтора гига, но мне и 400 мегабайт хватает. То есть, у меня 1 гигабайт оперативной памяти. И из него я занимаю только 400. Я смотрю свой системы, и я только 400 использую вообще при любых приложениях. Даже при браузере я использую только 400. Вот, даже за 500 не переходит никогда. Но мне говорят, что там тяжёлая, как бы, оболочка, да, и она 300 сожжёт. И вот мне как раз будет, да. Встроенная память 16, я не знаю, зачем её столько надо, но она не будет уходить. У меня 8, и остаётся свободной только 1 гигабайт. Это достаточно странно как-то. Но вот теперь, вот теперь вот я не буду волноваться за встроенную память. Я не буду даже кеш, наверное, очищать. Вот, доступная, пишут, 10 гигабайт. Из встроенной доступной 10 гигабайт. Но уже обновления, похоже, вышли к этому смартфону. И считаю, что свободная 9. Так, microSD поддерживается 256. Но это стандарт, да. Так, вот слоты, слоты, да. Я буду просто всегда в 3G использовать, да, потому что 4G я живу в зоне, где он плохо принимает. А вот в 3G я, наверное, буду всегда его использовать. Не факт, конечно. Я посмотрю, как оно в 4G разряжается. Но сигнал везде 4G слабый пока, хотя вся московская область нарисована, что тут и 4G есть. Просто закрашена вот так вот территория огромная. Что вот 4G сеть готова для использования. Просто закрашена красным. Что 4G есть в любом лесу. Даже в самой дремучей чаще. Но это враньё, да. Так что мне придётся использовать 3G, потому что 3G я пока доволен. Кроме того, сколько она аккумулятора живёт, когда он хуёвый, да. Или когда хуёвое оборудование, да, энергопотребление. В 4G пока, я считаю, не вариант пользоваться. Тьфу, блядь. Некоторые скажут, а чё я не перейду в 2G? Хотя у Beeline все 2G, она самая большая по покрытию, да, вся страна. А в 3G только чуть-чуть в городах. Даже в 3G. А там интернета вообще нету. То есть, слот выдаёт целую минуту, подключается к этому 2G. Поганому целую минуту подключается. И потом интернет, нет, нифига. Потому что как-то не в современное время всё делалось. То есть, оно как-то... Не для зашифрованных соединений было. И фиг оно там что передаёт в результате. То есть, какой-то сайт с саной загрузить. Это превращается в мучение на полторы минуты. Сайт какой-нибудь с саной. Например, 2 чек почитать. Или вот этот вот сайт с самсунговскими смартфонами загрузить. Это уже будет 3 минуты. Это мучение, да. Это даже при оплате интернета это мучение. И оплачивать интернет того не стоит. Ну вот, короче. Bluetooth уже 4.2. Но я Bluetooth этим не пользуюсь никогда, кстати. Я не знаю, зачем он мне школы. Я понимаю, школьники там сидят, а музыку друг другу скидывают. А музыку и программы, где там мотоциклист такой прыгает, да, через пропасть. Вот для этого Bluetooth-то используется. А если это вне школы, то тебе этот Bluetooth вообще не нужен никогда. Потому что ты всегда можешь к смартфону подключить к компьютеру или еще куда. Подключить и все. И тебе Bluetooth не нужен. Или те же файлы по Wi-Fi перекинутся. Если тебе вдруг приспичило по Wi-Fi просто подключиться, да, к другому устройству. То есть, есть такая программа FTP-сервер, да. Ставишь FTP-сервер с тебя на телефон. И другим телефоном заходишь. И позволяешь по паролю. Заходят просто тебе по паролю через FTP-сервер. Позволяют скачивать все, что у тебя есть. Притом в этой же Wi-Fi-сети. А Wi-Fi-сети сейчас везде. То есть, надо к одной себе Wi-Fi-сети быть подключенным, да. Чтобы файрволла не было, да. Внешнего, да, который огорожен, как правило, у роутеров, у всех. Сейчас в Firewall все соединения дропают, входящие. То есть, в одной Wi-Fi-сети мы и так все работаем. И Bluetooth вообще непонятно, чем мы не встраивают. Вот им. Вот, короче. Смотрите, вот главное, что вот 3G 10 часов. 4G написано 12 часов, но это у самой антенны. То есть, у самой впритык к антенне, если встанешь, то будет 12 часов. А если ты отойдешь на границу сигнала, то у тебя будет, наверное, 3 часа опять. Вот, так что я думаю, в 3G это самое то, да. Да, главное Wi-Fi и еще меньше, да, то есть, работает неэффективно. Вот, видите, видео даже до 14 часов воспроизводят. Мой только до 3-х воспроизводят. Я, то есть, когда на дачу подъезжаешь, на дачу, как король, да, включаешь видео, у тебя аккумулятор моментально вылетает, начинает проценты по минутам отсчитываться обратно, то есть, да. А тут 14 часов прям видео, да, то есть. Только откуда вы воспроизводите с интернета? Нет, если интернет до 12 часов, даже по Wi-Fi до 11 часов, в 2G даже не замеряли, там вообще, наверное, целую неделю. То вопрос, откуда видео воспроизводить до 14 часов. Это очень интересный вопрос, меня очень волнует, да. Время вот аудио до 60, до 60 и разговоров все дима до 18 часов. То есть, нет такого сценария даже, что он будет использован как 2G-телефон. То есть, он или как 3G, или как 4G будет использован, да, что правильно, в общем-то. Потому что сейчас в Российской Федерации, только в Московской области, только в Москве и Московской области покрытие полное 4G, а все остальные пользуются покрытием 3G пока еще. Главное, в городах он не особо развит, этот 3G. В общем-то, тут 2G-покрытие часто встречается в точке, где только 2G-покрытие, а в всяких деревнях 3G вообще везде, во всяких, да, там, о лупках-залупках, везде, везде там 3G-покрытие, и нигде нету, это самое, никакого провала сигнала даже. А еще где-то в 4G, если объяснить, где еще, то он есть в Москве и области, как я говорил, в Санкт-Петербурге, и еще в 20 городах-миллионниках, где много-много народа живет, да, но не в областях. В область выезжаешь, да, то есть на птичке аж поехал, засунулся, там были птички на вокзале, из города выехал, 4G кончился с тебя. Вот, если в миллионнике живешь. Вот, вот так вот. Вот так вот. Акции, жаль, жаль, что я когда куплю, эта акция, шаги закончатся, и, соответственно, пользоваться ей будет уже не вариант. Так бы я гигабайт нафигачивал, да, там. Но я думаю, на тариф перейти, где 17 гигабайт, по случаю такого приобретения, потому что 20 рублей в день мне не жалко заплатить, в общем-то. 20 рублей в день мне не жалко заплатить. И синхронизацию делать прямо через это самое, через 3G, то есть, да, сеть, через 4G-сеть. Синхронизацию делать. Я буду как король, буду синхронизацию делать фото и видео, да, через 3G, сеть 4G. Потому что так и надо делать, да, потому что... А зачем мне тогда столько трафика? Потому что я прихожу домой, и начинается синхронизация через ADSL. Это вообще маразм, да, потому что 500 килобит отправку мне и так видео заливать. А тут отправка еще старья вот этого, да, для архива производится. На всякий случай, вдруг я удалю, нечаянно что-то нажму и не отрендерится. Только ради этого вот минимального... Тьфу, блядь. Только ради этого минимального удобства я вынужден какой-то фигней заниматься, да. Ждать долго там, часами на себе мучить, да, на ночь ставить, пока загрузился, чтобы загрузился, да, или файлы удалять, или Wi-Fi выключать. Это тоже издевательство, поэтому все. Все, я буду синхронизировать прям через 4G или через 3G сеть, да, просто. И все, я не буду выёбываться, да, вот. При таком телефоне, который 10 часов работает, фигачит. Вот, и есть смысл платить уже не 400 рублей за 5 гигабайт, а 600 за 20. Вот, все, тушите свет. Спасибо.